Всем привет! С вами Дмитрий Петров и футбольный регион на канале Губерния. Этой весной мы не раз жаловались на капризы погоды и превратности футбольного календаря, которые чуть было не поставили под угрозу проведение некоторых матчей в Самаре. Но оказалось, что в Нижнем Новгороде о нашей самарской весне могут только мечтать. 5 апреля, в день матча молодежных составов, на город обрушился настоящий буран. Впрочем, инспектор матча Алексей Румянцев не нашел оснований для отмены встречи и команды не разочаровали. Два трактора и десяток рабочих с лопатами отчаянно боролись со снегом. Без устали засыпавшим газон стадиона Северной тщетно. Стихия оказалась сильнее человека. Все, что удалось добиться сотрудникам арены, расчистить необходимые для игры линии на поле. Впрочем, спустя несколько минут даже разметка угадывалась скорее интуитивно. Если Нижний Новгород удивил гостей погодой, то у Александра Бабанова для Волги был заготовлен другой сюрприз – стартовый состав. Впервые в этом году он представлял собой настоящий сплав молодости и опыта. Вавилин, Молыш, Концидалов, Свежов, Дикьяра и Аппаев – сразу шесть футболистов из основы были отправлены за игровой практикой в турнир молодежных команд. Такое усиление быстро принесло плоды. Дебют встречи прошел при ощутимом перевесе крыльев, а уже на 11-й минуте самарцы сумели открыть счет. Шалаев выцарапал мяч у соперника на чужой половине поля и вывел к воротам Аппаева. Хызыр оставил неудел и защитника, и вратаря. 1-0. Сегодня состав был у нас усиленный, дали нам футболистам основного состава, поэтому, конечно, когда люди такие опытные играют, уже более спокойно, игра такая рассудительная. Быстрый гол не привнес изменений в содержании игры. В памяти наших футболистов наверняка еще свежи воспоминания о тяжелейших тренировках на льду, которые проводил Александр Бабанов во время первого сбора. Сейчас эти навыки как никогда пригодились нашим парням. Более координированные игроки крыльев, вопреки стереотипам, не только умело пользовались длинными передачами, но и сумели наладить на заснеженном поле весьма неплохую игру в пас. Одна из образцово-показательных комбинаций самарцев привела ко второму голу в ворота Волги. Василий Самохвалов не позволил Сергею Нахлесткину вбежать с мячом в пустые ворота, но арбитр был рядом и без сомнений трактовал подкат защитника, как фол последней надежды. Уговоры и вердикты не изменили. Удаление и пенальти. Олег Шалаев пробил по-капитански. Хладнокровно и точно. 2-0. И вопросы о победителе в этом матче, казалось, сняты уже к перерыву. Не тут-то было. На второй тайм молодежка Волги вышла, исполненная решимости доказать. Их рано списали со счетов. И вот Паштов дальним ударом в девятку сокращает разрыв в счете. Выстрел получился на загляденье. У Вавилина не было ни единого шанса спасти свою команду. Дальше больше. Мирсудин Ахметович, который представлял основу Волги в составе противника, выжимает максимум из одного из немногих своих моментов. В этом эпизоде заградывается подозрение, что форвард мог забраться в положение вне игры. На момент выглядит как минимум спорным. А судья так и не поднял флажок. 2-2. В принципе, не расслаблялись. В принципе, эта игра была нормальная. Они старались, но так получилось, что какие-то ошибки допустили. И дали возможность пробить поворотом. И отсюда получили два гола. Удаление было и не было. Оно не сказалось. Они просто били. И борьбу выигрывали. И так получилось, что они забили нам два мяча. Было бы поле хорошее, тогда бы удаление сказалось. У нас на одного больше мы бы держали мяч и все. Волга уже было поверила в чудесное спасение. Но крылья не позволили сказке стать явью. Сколько раз в этом году наша команда пропускала со стандартов. А на этот раз сама превратила штрафной удар в грозное оружие. Серия ложных движений в штрафной площади. И Быков оказывается без опеки. Выверенная подача. Точный удар. 3-2. Главное биться и все до конца. Что мы и сделали. Чуть сами не упустили победу, но сами выровняли и вырвали. Вкоре Артем мог и вовсе снять все вопросы о победителе встречи. Но в куда более простой ситуации не попал в створ ворот. Впрочем, в концовке крылья действовали надежно. И не давали усомниться, что победу уже не упустят. Самарцы, хоть и остались на шестом месте в группе «Б», теперь находятся в одной победе от второй строчки. Следующий матч наша команда проведет на своем поле против пермского «Анкара». Обычно «Волга» проводит свои домашние матчи на стадионе «Локомотив». Однако постоянные снегопады привели газон главного стадиона «Нижегородцев» в негодность. Чтобы не превращать противостояние с крыльями в борьбу в грязи, волжане обратились за помощью к соседям – футбольному клубу «Нижний Новгород». И в результате матч был перенесен на домашнюю арену «Горожан» – стадион «Северный», искусственное поле которого с готовностью приняло и основные, и молодежные составы. В числе недостатков арены – небольшая по меркам премьер-лиги вместимость. Чуть более трех тысяч человек. А ведь только из Самары на этот матч отправились около 500 болельщиков. К счастью, «Волга» пошла крыльям навстречу и увеличила билетную квоту. На матч попали все желающие. А шумовая поддержка у самарского коллектива была ничуть не хуже, чем у «Волги». Стоило молодежке закончить свой матч, как снегопад тут же прекратился. Снегоуборочная техника сделала свое дело. И спустя несколько часов крылья проводили предматчевую тренировку уже на изумрудно-зеленом газоне. Тренировались волжане в урезанном составе. Из футболистов, принимавших участие в матче дублеров, сосновой занимался только Денис Вавилин. Снова остался в Москве Александр Глеб, который только с понедельника вернется в общую группу. Из-за небольшого количества футболистов в двух сторонке принял участие Андрей Кобелев. Главный тренер нашей команды даже отметился забитым голом. Денис Вавилин В день матча и вовсе распогодилось. Автобус с самарскими фанатами Нижний Новгород встретил уже ярким весенним солнцем. Стоит отметить, что выезд на матч с Волгой получился самым массовым в этом году не без помощи клуба. Хотел сказать большое спасибо Алексею Чегеневу и Денису Маслову за то, что оказали финансовую помощь для того, чтобы мы сюда прибыли в Нижний Новгород на комфортабельном автобусе. Мы приехали сюда в Нижний Новгород только за победой. Она нам очень нужна. И в принципе сейчас в каждом матче нужны все три очка, чтобы все-таки нам занять 12 место и не участвовать в переходном турнире. Как известно, болельщики Крыльев есть не только в Самаре. Московская диаспора наших фанатов тоже не могла пропустить такой выезд. Благо добираться было недалеко. Мы город уже видели. Мы были в прошлом году на выезде в Нижний Новгород. Приехали на дубль вчера. На два дня поехали. Самарский сектор быстро нарядился в зелено-бело-синие цвета и встретил свою команду ничуть не хуже, чем на Металлурге. Особого приветствия удостоился и Андрей Коряка, который давно покинул Самару, но оставил о себе добрую память в сердцах наших фанатов. Но на поле, разумеется, приятные воспоминания отошли на второй план. Коряка в последнее время набрал отличную форму и первый опасный удар по воротам Веремко нанес именно Андрей. Такой прицепялки нет, что именно там крыльям должен забить или еще что-то. Ну, в Самару всегда приятно возвращаться. Еще один великолепный момент упустил другой экскрыльевец – Аджинжал. Но мяч и на этот раз прошел мимо створа, что не помешало Веремко высказать накипевшее игрокам обороны. На моменты «Волги» у крыльев вскоре нашелся достойный ответ. Яковлев отправил Корнеленко в прорыв по флангу. Прострел на дальние штанги замыкал Бобер. Уж Антону, казалось бы, опыта не занимать. Но промахи из пределов Фратарской по пустым воротам, оказывается, случаются у всех. Вдвойне обидно, когда они происходят в таких важных матчах. Не довелось галкиперу хозяев Астахову вступить в игру и после удара слета Яковлева. Мяч пролетел рядом со штангой. Начало второго тайма прошло с обоюдными шансами. В определенный момент обозначилось даже некоторое преимущество крыльев. А на 70-й минуте случился эпизод, который обязан был становиться ключевым в матче. Шуленин прямой ногой бьет в колено Бобра и получает вполне заслуженную красную карточку. Грубость была неумышленной. Но правила допускают лишь одну трактовку подобных эпизодов. Там чистая вода, конечно. Там чистая вода. Более того, там вторая чистая желтка. Сзади я не видел. Воробьева прям сзади дал по обеим ногам. Это что? Тоже красная карточка, чистая. Казалось, что теперь крылья дожмут противника. Но не тут-то было. Хозяева ушли в глухую оборону. А самарцы так и не смогли поставить перед Волгой нерешаемых задач. Как результат, безголевая ничья в пользу главного конкурента Томской Томи. Был в этом матче еще один эпизод, о котором нельзя не рассказать. На 77-й минуте Павел Яковлев в штрафной площади соперника выиграл борьбу у защитника. Из близкого расстояния отправил мяч в сетку ворот Волги. Арбитр Егоров взятие ворот отменил. Хотя никто из очевидцев происходящего так и не смог предположить, чем руководствовался арбитр при принятии этого решения. Как вам известно, исключительным правом на показ матчей Премьер-лиги обладает одна единственная телекомпания, которая не сочла этот эпизод важным и не включила в общедоступный обзор встречи. Поэтому мы не можем показать вам, как крылья забили Волге абсолютно чистый гол. А теперь о событиях более приятных. В прошлом выпуске мы рассказали вам о победе команды Крылья Советов 96-го года рождения на турнире в Саранске. Сегодня речь пойдет о ребятах чуть постарше, которые вернулись триумфаторами с соревнований в Тольятти. Главный приз ежегодного турнира «Тольяттинская весна» оспаривали 8 команд из Самары, Тольятти, Москвы, Ульяновской и других городов. Волею жребия на групповом этапе крыльям Советов соперники достались «Тольяттинская лада», «Ульяновская команда-университет» и «Луч» из Чапаевска. У тренерского штаба нашей дружины сразу две важные задачи. Причем победа в турнире в их число не входит, ведь главные соревнования года еще впереди. Мы просматриваем и свою молодежь наших игроков, в то же время смотрим игроков с командой «Лады Тольятти», затем участвует команда «Восход». Также мы просматривали группу игроков. Это один из этапов подготовки к чемпионату России, где по данному возрасту мы должны будем представлять наш профессиональный клуб «Крылья Советов». Однако отсутствие турнирных задач еще не значит, что можно вовсе не думать о результате. Крылья изначально рассматривались как фавориты соревнований. Громкое имя обязывает держать марку. Первые же матчи показали. Наши ребята хорошо понимают, какая ответственность на них лежит. На групповом этапе самарцы поочередно обыграли «Университет», «Ладу» и «Луч» с общим счетом 7-0. В полуфинале также уверенно была повержена московская команда «Смена», а в главном матче турнира самарцев ждал «Газовик» из Оренбурга. «Газовику» удалось то, что не получалось у других команд. В финале мяч все-таки влетел в ворота «Крыльев», но только однажды. А вот справиться с поймавшей кураж самарской атакой противник не смог. Волжане ответили писью голами. По разу отличились Бочаров, Алексеевский и Морозов. Марочкин оформил дубль. Очень хороший турнир, хорошие команды. Получилось выиграть все матчи. Я очень доволен. Спасибо Тольятти за этот турнир. Надеемся в следующем году еще приехать сюда. Кроме Кубка победителей, наши парни были отмечены и индивидуальными призами. Антон Колесников был признан лучшим голкипером турнира, а Антон Бочаров стал лучшим футболистом Тольяттинской весны. Не так много самарцев в 21 веке играли за основной состав «Крыльев Советов». Этим парням предстоит переломить неприятную тенденцию. Доморощенные футболисты априори имеют преимущество перед легионерами, ведь они с детства пропитываются командным духом «Крыльев». А это зачастую играет ничуть не меньшую роль, чем мастерство. Знают об этом и тренеры нашей детской школы, которые организовали для ребят необычное занятие. В перерыве между тренировками мальчишки из Центра подготовки футболистов «Крыльев Советов» 2000 года рождения вместо привычного отдыха выбрали для себя не совсем обычное, но столь нужное для них времяпрепровождение. Отправились в музей самарского футбола. Инициаторами этого мероприятия выступили их наставники. Конечно, историю надо знать, и я рад, что я дожил до этого. Когда, понимаете, как по крупицам вот так вот будет воспитание, такое нормальное воспитание, на традиции, на это, я думаю, понимаете, не все деньги же решают. Музей самарского футбола – это уникальное место, насчитывающее более 15 тысяч экспонатов. От архивных документов до раритетной формы игроков разных клубов, которыми на протяжении 100 лет гордится самарская земля. Отдельное место в музее, конечно же, занимают «Крылья Советов». Это и знаменитые тренировочные кроссовки Яна Коллера, и футболка 60-х годов Анатолия Кикина, и судьбоносная бронзовая медаль чемпионата России, подаренная музею Гаджи Гаджиевым. Хотя напрямую мальчишки знакомы только с новейшей историей команды, возможность прикоснуться к вековой истории никого из них не оставила равнодушным. А многим из ребят, по их мнению, музейной экскурсии поможет приблизить совершение их заветной мечты. Чтобы достичь своей цели и стать знаменитым футболистом. Центр подготовки футболистов тоже не остался в стороне и пополнил музейную коллекцию памятной доской. Хранитель музея Сергей Липград в свою очередь взял с ребят обещание, что когда они станут знаменитыми футболистами, то не забудут приумножать коллекцию Самарского музея футбола. Поэтому обещайте, будете большими футболистами, первый памятный подарок делайте в музее, чтобы вас помнили и знали. Обещаете? Да! Когда мальчишки открывают рты и расширяют глаза, через музей, через какие-то великие, веселые, талантливые примеры, они понимают, что они могут это сделать. То есть это не фантастика. Не надо ждать из Латинской Америки, из Европы, из Юго-Восточной Азии кого-то. Они сами могут быть вот такими героями, да, мастерами, великолепными футболистами. По окончании экскурсии тренеры Центра подготовки футболистов выразили Сергею Липграду огромную признательность, пообещав и впредь посещать музей с другими воспитанниками футбольной школы Крыльев Советов. Ну вот и все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. С вами был Дмитрий Петров и программа «Футбольный регион». Увидимся ровно через неделю на телеканале «Губерния», портале «Чемпионат.ком» и официальном сайте «Крыльев Советов». Пока. Субтитры подогнал «Симон»